Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Вот какой интересный вопрос пришел, и вопрос достаточно актуальный. Я думаю, дорогие друзья, сейчас я этот вопрос зачитаю, и вы со мной согласитесь, что этот вопрос будет актуален еще долгое время. Я считаю, что если человек хочет причащаться, ему достаточно иметь доброе сердце, ему достаточно желать соединиться с Господом. А почему требует вычитывание канонов, пост, ведь это же позднейшая практика. Плюс к тому обязательно исповедь, которая не во всех поместных церквях существует. Зачем все это? Ну, так или иначе, дорогие мои друзья, вот примерно в таком ключе немало современных христиан думают, и, наверное, не без оснований. Почему? Потому что мир меняется, мир меняется очень быстро, и немало современных людей считают, что церковь должна меняться вместе с этим миром. Но меняться в сторону чего? Чтобы церковь продолжала оказывать услуги населению. А раз население, раз, так сказать, люди современные меняются, то и церковь должна меняться. И вот, как мне кажется, я не претендую на истину, ни в коем случае не пытаюсь кого-то осудить, дорогие друзья. И вас, кто сейчас будет слушать нашу беседу, не призываю осуждать кого-то ни было, а просто призываю, давайте вместе поглубже задумаемся над этим. Вопрос вот примерно так и звучал, что достаточно иметь просто доброе сердце и желать соединиться со Христом. А все вот это придуманное позже, длинные монашеские правила, обязательный пост, и что еще особенно смущает очень грамотных околоцерковных людей, еще обязательно исповедь. Зачем все это нужно? Разве недостаточно просто иметь доброе сердце и просто стремиться соединиться с Господом? Давайте посмотрим, что Священное Писание нам ответит на этот вопрос. Предлагаю вам, дорогие друзья, вместе со мной, внимательно посчитать из Евангелия от Матвея, 22 главу, притчу о званных на брачную вечерю. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царствие небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир. И не хотели прийти». Он опять послал других рабов, сказав, «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормено заколото, все готово, приходите на брачный пир». «Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, а прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Вот обратите внимание, немножко ваше внимание акцентируем на то, что в этой притче Господь говорит «Царствие Божие подобно человеку-царю» и приводит аналогию, в общем-то, понятную по тем временам, что может быть самое радостное на земле, по крайней мере в ту историческую эпоху, это присутствовать у царя на его брачном пире. Это, как бы, можно сказать, вершина чаяния любого простого смертного, присутствовать у самого царя, если царь лично тебя приглашает на свою брачную трапезу. И вот поэтому Господь и приводит именно такую аналогию, которая хорошо была понятна всем, слушавшим его тогда. И вот здесь, в этой притче, мы видим, как Господь говорит, что званные не захотели прийти, а более того, поступили очень жестоко по отношению к звавшим его слугам. «Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытие, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда, не имея одеяния брачно?» То есть, не в брачной одежде. Он же молчал. Дорогие друзья, эта притча, она ведь была рассказана для нас. Давайте постараемся вот так вот, может быть, в учебных целях, эту притчу применим каждый к себе, вот в условиях современной реальности. Представьте себе, дорогие друзья, вот, например, вы, лично вы, вы хозяин, или вы хозяйка. И вы хотите на день рождения своего сына или дочери пригласить гостей. Естественно, любому отцу хочется, ну, как-то отпраздновать день рождения сына. Женщина-хозяйка, она, естественно, с душой, она готовит. Она душу свою буквально вкладывает, чтобы что-то сготовить, накрыть на стол. Заранее пригласили всех, кого хотели видеть. Позвонили или там послали смс-сообщение. Уже примерно ожидается, сколько человек будет. И вдруг те, кого вы приглашали, все отказываются. Один одну причину приводит, другой другую. Кто-то вообще даже не отвечает. Как может себя почувствовать хозяин? Ну, просто себя на место поставьте хозяина. Ведь эта притча сказана для людей, чтобы мы задумались над этим. Вот, дорогие друзья, кто меня сейчас слушает? Представьте себе, вы хозяин, вы пригласили, накрыли на стол. А те, кого вы пригласили, не хотят прийти. Что вы будете чувствовать? И вот смотрите дальше. Вы пригласили, чтобы, ну, хоть кто-то пришел. Приходят хотя бы, ну, кто-то еще из ваших знакомых, так или иначе, сели за стол. Начинается трапеза. И вдруг вы видите, что один из пришедших в ваш дом гостей, ну, мягко говоря, совершенно неадекватно себя ведет. Пришел в грязнющей, зловонной одежде, там, пачкает посуду, пачкает скатерть, ведет себя совершенно неадекватно, всем портит настроение. Вот если вы хозяин, как вам будет приятно это видеть? Каким бы культурным и воспитанным вы не были, как долго вы будете терпеть вот такое отношение одного из приглашенных в ваш дом гостей? И, наверное, с болью сердца хозяин, вот как в этой притче сказано, обратится, скажет, друг, приятель, ну что ж ты, ну, неужели ты не мог, ты же знал, мы же заранее пригласили, неужели ты не мог, ну, хотя бы привести себя в порядок, ну, одеться как-то, соответственно, в ситуации. Вежливо, культурно, без оскорблений. А тот человек, вот примерно как в этой притче, молчит. Он ничего не отвечает. Ему и сказать-то нечего, и уходить не хочет. Вот представьте себя на месте хозяина. Сразу вопрос встречный. В следующий раз вы захотите этого человека пригласить в свой дом? Нет? А если нет, то почему? И вот представьте себе ситуацию следующую, что на вот этот вопрос, друг, ну что ты, не мог что ли в нормальном виде прийти хотя бы, ну, одеться, соответственно, ситуацией. Сам этот человек молчит, ему ответить вам нечего. А кто-нибудь из сидящих рядом гостей, обращаясь к хозяину, говорит, слушай, ну что ты к нему пристал? Ну, он пришел в том, в чем у него есть. Ну, какая есть, он не думает, слушай, сейчас вообще всем, кому сейчас легко? Ну, пришел он в грязной, зловонной одежде, но у него другой нет. Он пришел в том, в чем есть. Какая тебе разница? Главное, он же в душе хороший человек. Главное, что он тебя уважает. Он в душе тебя уважает. Он стремился к тебе прийти. А в чем он пришел? Видите, какая тебе разница? Или хозяйки, скажут, которые тоже расставили на стол все с душой, старались, скажут. Ну, а тебе-то какая разница? Ну, что он тут все перепачкал, все разбил, так сказать, все испачкал. Какая тебе разница? Главное, он в душе хороший человек. Ты, главное, в душу его загляни. Он в душе может быть очень добрый. Он очень тебя уважает. А то, что он внешне так уважение проявляет, он, может быть, по-другому не может. Вот поставьте себя на место хозяйки. Вам будет приятно такое слушать? И сразу хочется ответить персонально тем, которые любят возражать следующим образом. Откуда мы знаем, что внутрь человека? Пусть Бог рассудит. Главное, вот я приду в храм, я вот хочу причащаться, а как я живу, ко мне не приставайте. Не надо меня заставлять читать правила. Не надо меня заставлять поститься. Все вот эти монашеские долгие правила. Почему я должна исповедоваться или я должен исповедоваться? Главное, что я в душе хороший человек. Пусть Бог меня рассудит. Бог будет судить. А вы ко мне не приставайте. Я живу так, как хочу. Вы обязаны меня причастить, потому что я пришел или я пришла. Вот, дорогие друзья, если вы хотите знать, как Бог рассудит, давайте дочитаем дальше эту притчу, потому что здесь, как рассказано, Господь и говорит нам заранее. Заранее Бог не оставил нас в полном неведении о том, как Он рассудит. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных». Вот такой будет суд Божий. Это не человеческий суд. Это будет суть Божий к тем, которые не пожелали снять грязное рубище, «Когда ты приглашен на брачный пир к царю». А напомню буквально в двух словах, согласно истолкованию святых отцов церкви, была древняя традиция, и Господь, когда эту притчу приводил, Он знал прекрасно, что все слушающие эту традицию хорошо знают. Когда ты был приглашен кому-то в гости, ты входил в отдельную комнату, там ты омывался и получал даром новую одежду. И тогда уже входил в то место, где совершалась праздничная трапеза. И этот человек, который пришел не в брачной одежде, сам не пожелал войти, омыться, снять с себя грязное рубище, одеться в новую одежду, за которую он не платил, и мы ее давали даром, и войти туда, чтобы, соответственно, торжеству события и выглядеть так же. Поэтому в этой притче смысл главный какой? Человек зван на брачную вечерю. Брачная вечеря — это божественная литургия, это богослужение, где нам преподается истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. Но ты сам не захотел изменить себя, не хотел расстаться с грязным рубищем своей греховной жизни. Ты не захотел сам исповедаться. Ты не захотел прочитать молитвенное правило. Там, кстати, есть такие очень важные слова в молитвословиях. «Одеяние мое брачное, и связан не извержен буду от ангелов». Вот эти слова, одно из стихир как раз в чинопоследовании молит перед причащением. Как раз вот этот богослужебный текст полностью перекликается с вот этой притчей, которую я вам сейчас привел. То есть человек сам не захотел себя менять и прикрываться тем, что главное, что я в душе хороший человек, главное, что я стремлюсь ко Господу, хочу с Ним соединиться. А внешнее не имеет отношения, не имеет никакого значения, это глубокий самообман. Преподобный Паисий Святогорец очень мудро пишет, что добродетель имеет свойство выдавать человека. Как бы ни старался человек жить смиренно и скрывать свою добродетельную жизнь, внутренне добродетельный человек, как раз тот, как сейчас любят говорить, кто в душе хороший, это обязательно станет заметно. Добродетель его выдаст. Кто действительно молится в душе, это будет видно. Потому что молитва такого человека благоприятно воздействует на окружающих. Кто внутренне ведет духовную жизнь, вот его мирное сердце и его мирный дух распространяется на окружающих. Как мудро говорил преподобный Серафим Саровский, вы все знаете это его высказывание, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть твой мирный дух начинает незаметно воздействовать на окружающих. Тот, кто на самом деле внутри хороший человек, это будет видно по его жизни. Поэтому не стоит нам, дорогие друзья, пренебрегать тем, что Святая Церковь для нас предлагает. Она нам предлагает снять с себя грязное рубище греха и облечься в новую брачную одежду. И облекаться в эту новую одежду мы можем посредством чего? Соблюдение молитвенного правила, соблюдение постов, обязательно испыть перед великим таинством причащения. Помоги нам всем, Господь, более внимательно и более серьезно относиться к духовной жизни. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok